итак здравствуйте добрый вечер и картинки не до совсем сейчас должна быть 20 как обычно по пятницам мы рассматриваем основные фишечные рынки и сегодня не исключение на этой неделе было несколько решений по процентным ставкам практически никто не поменял процентную ставку кроме центробанка российской федерации 8,25 процента сейчас процентная ставка так что сегодня кстати было оглашением и потихонечку кредит становится дешевле соответственно увеличиваться денежной массы и так далее ну в общем чем меньше процентная ставка тем позитивнее это для роста индексов и фондового рынка в первую очередь на следующей неделе нас ждет такая череда новостей значит 31 октября понедельник практически везде будет такой нейтральной то есть никаких новостей супер важных и супер значимых в германии день реформации вы вернее не понеделька который в германии день реформации по японии будет доклад во вторник по кризис на денежной политике и канада читается по ввп за август ну в общем по это по вторнику в среду тут начинается уже по интересе китай или зловой активности то же самое сделать британия в 12-30 дня китай ночью потом по безработным отчеты идут по штатам у них постоянно это большая важная задача запасы нефти и сколько безработных вот все отчеты которые америка постоянно отчитывается потом заявление федеральной земной системы и решение по процентной ставки фрс поставьте в свой смартфон напоминание что в 2100 в среду 1 ноября решение по процентной ставки фрс собственно сейчас 1,25 процента то есть они немножко подняли от нуля от оторвались совсем малость но каждый скачок выше соответственно все больше больше инвесторов будет подумывать зафиксить позиции по фондов фондовому рынку ну и явно они не будут особо быстрого изменения сильного скачка процентной ставки по испании по 4 по 25 соток повышают принципе не особо по америке и видны и сильные изменения в этом отношении с не особо хуже стала ситуация дальше в четверг то есть в среду все кто любит скальпировать или торгуют очень короткие позиции в среду вам будет чем заняться точно не пропустите этот возможно выбор это не факт но может быть волатильность так значит четверг германия по безработным отчет 200 и за пять минут до этого счета индекс деловой активности достаточно два интересных отчета абсолютно деловой активности безработная активность прямо вот пять минут разница потом британия читается по процентной ставки тоже решение и аналитики думаю что будет все-таки повышение после длительного простоя вот они не меняли процентную ставку достаточно долго с 0 25 до 0 5 процента чуть-чуть поднимут ожидается то есть это не факт 1500 опять же если поменяется процентная ставка на некоторых индексах на фоновом рынке в некоторых акций может быть волатильность ну и соответственно потянут за собой остальные рынки поэтому это основной четверг тоже для скальперов может быть такое хорошенький момент по скальпить ну и соответственно после этого всего выступает корни а в пятницу у нас безработица по штатам опять по канале безработица и в японии день культуры вот так в общем-то и нас 30 изменения числа занятых в не сельскохозяйственном секторе в общем тоже принципе все отчеты по заявка в заявкам на пособие по безработице в количеству безработных это фундаментально важные данные очень то есть видно сколько чем если увеличивается количество безработных соответственно ситуации в экономике очень-очень прискорбны и ухудшается в общем и соответственно для для инвесторов этом знак в том что фондовые некоторые акции надо сбросить либо вообще закрыть все весь портфель ну ориентируются по таким показателям есть еще такой опережающий индикатор который экономических календарях к сожалению мы не не увидим ни в одном экономическом календаре нет этого показателя это достаточно неплохо причем мы пользуются многие и очень давно фонд фондовики это транспортный индекс индекс ну общий индекс всех компаний транспортных определенного плена страны либо же пусть и еврозоны там учитываются лишь и железная дорога и самолеты и контейнерные перевозки то же самое если ситуация с перевозками падает ухудшается то и экономика соответственно сразу это покажется временем то есть так как транспортный индекс он немножко раньше покажет ухудшение ситуации и это я тоже посмотрю для торговли индексом 500 смотрю транспортный индекс так целом чтобы смотреть динамику когда у нас может быть примерно на недельки две на неделю он может уйти раньше мы сам пивов в зависимости от зональности ну какой диапазон насколько ушли далеко час они не особо синхронно идут поэтому любой момент это все может скорректироваться напомню еще мои друзьям что smp индекс но в принципе фондовый рынок штатов перед распродажами в супермаркетах перед новогодними праздниками очень причем это фундаментально объяснимо даже любит устраивать тенденцию на рост пока будут идти распродажи в торговых центрах будут покупаться подарки это такой допинг инъекция для любой экономики в любой стране начинаются подарки елки и так далее потребительская корзина наполняется потребительская денежная масса уходит из кармашек прямо вот сеть торговых центров и разной почтовой посылки все все в общем вся экономика живет в этот период поэтому даже в там шоу-бизнес все в общем поэтому бонусные халявные такие движения если на недельку на 2 подыскать на вход на smp это вот как раз можете потихонечку уже присматриваться неоднократно уже не один год мы смотрели и наверно был стрит онлайн я постоянно показывал что так оно есть халявные покупки но это не говорит что мы прям сейчас нужно заходить вот ну уже нужно присматривать точку ухода пока не там висят на самом максимуме это очень тяжело конечно сделать но и так ртс давайте посмотрим как арте сегодня отреагировал на повышение процентной ставки даре и понижение процентной ставки наоборот то штаты могут повысить сейчас немножко нагружена система даре и полиа и Продолжение следует... Это баров график дневного таймфрейма и у нас со 2 марта котировка подгружена. Значит, по ликвидности немножко на этой неделе, как мы видим по нижней инстаграме, если вы посмотрите, с 23-го 272 тонны оборот выросли по оборотам до 458. И это с учетом коррекционной активности с 116. Почти полмиллиона оборот РТС вышел на этой недельке по дельте. В основном по 15 тонн это было в четверг и вторник, в среду 25-го и 23-го 15 тонн, это последние, которые были с агрессором на продажу. Начали появляться побольше, ну, больше дисбаланса началась со стороны байеров. Тут 6,7 и тут 6,2 тонны. В пятницу нулевая дельта практически объяснимая перед выходными, но всякий случай. Значит, ближайшая дельта у нас была на максимуме 18 тонн, с тех пор они и корректируются. Соответственно, берем 24-е и 26-е в качестве возможных опорных точек для восстановления динамики на север. И сейчас мы эти уровни все рассмотрим и разберем. И еще один показатель мы забыли посмотреть, это открытый интерес. С 24-го по 27-е позиции набирали, это и есть хорошо. И сегодня немножко сбросили, это нормально и в предсказуемом. Достаточно неплохо. Так, соответственно, у нас дельта, которая была на покупку, начиная с... Там, 2 сессии по 6 с копейками тонн была на покупку. Если они попали как раз в тот период, где было открытие позиции, это у нас неплохой признак. Да, да, как раз они вот... Вот эти 3 сессии открывали позиции и сегодня частично закрыли. На всякий случай и те, кто покупал в 3 дня, и те, кто перед выходными фиксируются и правильно делают. Так, значит, у нас неделя дошла практически до второго склонения по VWP. Сейчас мы его покажем. Вот он. И как раз VWP у нас выше 113.500, а именно 113.630. Это справедливая цена относительно месяца. Сейчас мы посмотрим то же самое только за неделю. И, ну, в общем, немножко восстанавливается активность на индексе. И... Где у нас там Glaser Profile? Невочка. Вот эти уровни. Значит, отметим, была активность неплохая по 111.400. Нет графика. Опять висит. Сейчас, секундочку. Напишите, как только появится. Как только начнет транслироваться, сразу продолжим. Есть, да? Ух ты, прям московская биржа. Подгрузила прям в моменте и плюсик поставила. Спасибо. Так, ну, в общем, вот эта активность. Такая самая плотная 111.600. Это за два дня. И по 111.900 мы берем сейчас этот коридорчик. Давайте вот так выделим. Но... Это по активности. Плотный коридор, начиная с 112.500. По 112.850. Тут как раз у нас фигурируют агрессоры на продажу. Потом еще один коридорчик мы сейчас выделим. Вот этот. То есть, вот весь коридор я взял 112.500 по 112.850. Вот здесь было две цены еще. Соответственно, это максимум четверга. Можно поставить алертик даже. 112.200. И потом уже идет поддержка. Вот здесь. Можно захватить и 111.500. Сейчас мы посмотрим, насколько там это... Так... Ну... Вполне достаточно и 111.600. Там и одна цена, и то с вопросом. 111.400. Там такая сомнительная немножко. По уровню агрессивность. Так... 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 И у нас получается 22 тонны было. 113.250. Обязательно отметим. Против 16. И 15 против 9. Вот рядышком прям. Так... Так... Тут... В принципе, поровну. Тут тоже за сейлерами. Ну, в общем, здесь 113.200. 113.250. Заслуженно получают статус сопротивления. Так... Идем дальше. Плотно. Очень плотно. 113.500. Это сразу по всем сопротивлениям пройдемся. Это как раз для тех, кто планирует... После вот этого снижения на коррекциях пробовать открывать позицию. И также те, кто будут заходить на бай. А это будут диапазоны, которые могут создать проблему для дальнейшего роста. Ну, в принципе, если выйдем за 113.500, уже будет легче. И там будет намного четко видно, что байеры вновь поверили в рынок и начали покупать. Так... Значит, мы берем 21 сентября. По-честному. И мы были фактически на грани реверса. Это... К чему? Нижняя граница. 110-111. И... Буквально... Закрылся бы... Сегодняшний день. По фиксации была бы... К примеру, у 110.800. В принципе, было бы и понедельник, скорее всего, на снижение. Ну, так пока пушкой рванули на 112-120. Как раз, видимо, кто-то знал, что будет понижение процента ставки. И воспользовался этим инсайдом. Скинули всех, кто пытался покупать. Ядро контракта. Значит, по сопротивлениям отметили, да? Ядро контракта у нас... 112-750. По... 113-750. Ну и, соответственно, неплохой уровень. Также, 111-750. Это объемная активность. То есть... Третий по рангу, это... 14200, это 114-600 коридоров. В общем, там, такие у нас... Средняя взвешенная по WP за... Месяц, если не ошибаюсь, да. У нас идет в районе 113-600 с копейками. Сейчас цена... Ну, вот, если считать с начала октября, расчет идет в формулы. Сейчас цена 112-150. То есть, вот настолько мы отклонились от средневзвешенной позиции, то есть, оптимальной. Соответственно, ну, потенциально, хотя бы до 113-й корректироваться должны. Вот. И... Там уже будем смотреть, чем это все закончится. 459 и 472. Да, рекорд. В общем, в этом контракте это самая ликвидная сессия. И... Пока остальных рекордов больше мы не видим. Ну, возможно, открытый интерес. Нет. Самый топ открытого интереса был на самом топе. 476 и 468. Нет. Ну, в начале контракта это обычно нормально. Ну, вот. Второй по рейтингу интерес был в этой торговой сессии. Самый-самый интересный торговый сессия. Как-то... Даже не удивляюсь. Сбербанка. Сейчас погрузится в Сбербанк. Может, опять пропасть картинка. Я заметил, что как только идет подгрузка другого графика на трансляции, почему-то на этом... На этой площадке webinar.ru пропадает трансляция этой картинки и висит просто статично. В общем, я уже подгрузил Сбербанк. Если у вас до сих пор еще идет трансляция индекс РТС, вы сообщите в чате, пожалуйста. Так, мне нужна ваша помощь. Нужно, чтобы вы подсказали. Сбербанк транслируется уже? Есть, да? Отлично. Итак, обратите внимание, как достаточно уверенно держится Сбербанк на 192. Я думаю, будет все-таки более затяжной коррекционный момент. Но кто, как не Сбербанк знает, наверное, быстрее всех, раньше всех о скорейшем понижении процентной ставки. А соответственно, это будет не такая в экономику. по крайней мере для фондового рынка непосредственно Нитис. Уже два дня они на рост идут. Соответственно, РТС немножко не успевает за динамикой акций. Если даже на Сбербанк посмотреть. Вышли за средневзвешенную 194-ю. А это говорит о том, что мы вышли в коридор байеров. Активность есть, интерес к акции есть. локальный важный диапазон объема у нас сосредоточен на 192. С половиной по 194. Это Сбербанк в Невке. То есть, пока будет так содержаться выше данного коридора, есть еще шансы на проложение динамики на север. и 189-я тоже неплохая ценушка. Да, вот я забыл еще про 192-ю. Тут миллион с копейками совсем. 192-я 194-я если будет точным. И вот они сейчас к миллиону 200-я пришли на 196-й. Вернее, даже 195-700. Ну и локальный топ если брать непосредственно ближайший коридор это 2 миллиона 200 по 193-й. Вот тут ядро как экватор можете разбить выше 194-й и ниже 192-й территорию селлеров Майеров. Пока мы держимся выше 94-й есть шансы на как минимум хотя бы держаться у 200-ки либо хотя бы там до 98-й в коридоре. Как только уходит ниже 92-й подумайте два раза насчет частичной фиксации покупок если вы давно уже стоите если конкретно на много лет купили то не обращайте внимания. Давайте посмотрим по дисбалансам и обратите внимание как аккуратненько ребята покупают на максимум дня сегодня 4 миллиона 600 в отличие от остальных дней соответственно это подтверждает что сбербанк отреагировал на понижение процентной ставки причем динамика такая крутая народ что на максимуме пятницы так и стоят ну закрылись соответственно берем последнюю локацию которая 26 0 9 началась мы сейчас это все отлично зафиксируем более точно и так я думаю что тут особо не поменяется картина с ядром просто выделим основные сопротивления поддержки непосредственно на этом таймфрейме так это надо фиолетовым напомню что фиолетовым цветом я выделяю ядро а красным зеленым уже соответственно поддержки по сопротивлением и так обязательно возьмите себе для понедельника вторника пригодится 195 с копейками и 195 и 3 активность на бай по сберу была то есть если понедельник будет корректировка желательно чтобы она не была ниже данного уровня так как тут кто-то прикупил сейчас мы даже посмотрим насколько прикупили сразу выделим сопротивление тут в 18 числа 4.3 миллиона оборот почти вставим с текущей пятницей и прям до 197.3 это вот как раз ближайший уровень проблемного сопротивления единственное что там посмотрим ну похоже что тут действительно были немаленькие объемчики нам нужна сейчас поддержка посмотреть вот здесь она более свежая и более нужна более нужны ну это не серьезно так смотрим распределением так еще вот это туре надо выделить 194.5 тут два раза перевес байерами так потом 194 как раз проходит дро так очень сильный перевес вот 36 тонн против четырех просто невероятно перевес 195.5 ну я говорю что прямо максимума тарится даже на максимуме перевес 28 тонн против 53 в общем начиная 195 видимо по 196 кто-то запрыгнул не слабенький и 194.5 и 194.5 такой перевес очень мощный 306 304 тонны по 140 против 142 по сейрам я пробежался там незначительное отклонение то есть таких чтоб прям в 2-3 раза перевес не было то есть активный коридор начиная 195 по 196 и отдельно 194.5 кто-то локально зашел очень мощно так это по поддержке давайте поставим еще дополнительную дельту отдельно вот так лучше видно вот видите как просто весь коридор начиная 195 и наверх начали уже тариться самые хитрые видимо 25 тут прям нельзя не заметить и давайте по сопротивлениям в общем коридор в этой пятнице желательно чтобы понедельник вторник не ушли ни 193 так как на этой неделе непосредственно начиная с этого уровня в разные дни конечно были активисты на покупку по сейлером так 18 числа само собой и эти три дня давайте посмотрим дельту дельта на покупку сегодня полмиллиона общая сумма всех агрессоров поэтому еще не превысили 878 тонн ну по крайней мере они уже за пределами этого коридора то есть вот где была самая топовая дельта в этом квартале начиная вот с этого уровня они уже в принципе за него ушли то есть покупатели начали здесь работать уровень не удержали и это как бы пока плюс к байрам поэтому внимательно следите за этими диапазонами и за 977 вот потенциально возможный проблемный уровень для покупок на ближайшее время в общем многие факторы говорят о том что как-то очень уверенно сегодня отреагировали на изменение процентной ставки и очень живенько пошли на север и там еще и закрыли максимум недели самое главное чтобы не ушли ниже коридора пятничного размещения байеров в противном случае с покупками лучше повременить пока так газпром нефтяной гигант также сегодня отличился по ликвидности не так прям чтобы исторически какие-то важные уровни были по объему превышены а вот сняли недели как раз четверг они прям просто стояли безбожно ждали пятницы никто не хотел заходить и в 27 2,8 оборот так это хорошо мы сейчас отметим приток ликвидности появился по дельте сопоставимой дельта значит при объеме 2,8 дельта составляет 700 тонн ну в общем вот так давайте покажу сейчас процентный перевес получается у нас 2,4 процента ну не слабенько не слабенько такой по активности газпром мы видим вот начали они активненько в начале сентября восстанавливаться начал газпром соответственно если вы примерно в начале сентября запрыгнули позиционно у вас должно быть по позиции все неплохо таких прям агрессивных маячков на реверс на продажу то есть идентичная фигура они видите крайне ленивые точно такие же фигуры проходят и вон какая под дельта активность идет уже с начала октября наверное чем ближе чем ближе к прохладным периодам зимнего сезона тем активнее наверное будет рост собственно самые топовые цены ближайшие по газпром акции 123 миллион 100 124 ну в общем тут они особо не креативничают в общем ровненькие цифры выставьте себе это ваши уровни с крупным объемом на будущее такие консервативные крупные инвесторы что прям хотя нет вот вроде есть креативные сейчас посмотрим хотя нет 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 да ровные цифры забивают терминал купить много акций и отправить ордер рубль так алерт какой-то сработал и выстрел наверх что это такое отметка пробейся 5838 0 и у нас в среду уже были предупреждения про такие маневры на рубле процентной ставки 1.7емсот и 3 миллиона сегодня оборотов по рублю но есть вроде как позитивные новости это все было подсказано в реверсивностью этой пятницы дельта значит среду почти 90 и сегодня чуть больше ста причем объем у них разный дельта одинаковая как бы 5 5 5 1 процент и 32 на нее процентность у них разная дельта одинаково но за счет того что ликвидности в разной связи разное количество тут бесспорно в среду было предупреждением этом чем такое перевес прямо в пять процентов сейчас мы найдем когда была такая сессия вот вот 13 10 не фиксировались 5 вернее 6 октября было больше пяти процентов ну так вроде четыре с половиной вот 28 5 9 но я уже показал вот так вот так и по открытому интересу у нас многие сегодня пострадали с ее по открытому интересу если вчера было 334 то сегодня 328 то есть те кто вчера заходили позавчера они не то что вышли прям сильно вышли вот и сейчас я поменяю немножко настройки по открытому интересу что это не годится во итак у нас байер были 21 числа мы этот коридор фиксируем 58 200 и тут мы наблюдаем их активность очень плотно прям так что без безбожные без остановки 58 18 58 28 но смотрите как это если вернется в рубль на в понедельник-вторник как раз уже на этот диапазон после этого небольшого фикса из тех кто шортили вот начиная с семнадцатого числа тут видите прям есть коридор усеян можете прям взять 58 по 58 12 тут мы сейчас даже замеряем это все дело так и здесь мы тоже вот соответственно дельта тут объяснимо теперь почему такая на покупку вы выкинули всех селеров даже вот этот уровень пробили ничего себе 58 500 58 600 тоже уровень сопротивления но скорее всего он уже своем миссию выполнил его ориентируемся теперь на свежий уровень по конкретно пятницы давайте посмотрим где там были гиганты с объемом крупным так 13 17 29 35 22 14 24 ну такое прям такого плотного коридора побед прям выделить отметить какой-то исключительной маркировкой нет то есть видите такие точечные вспышки ну сам факт того что развернулась пятница в такой маневр сделали до 59 и вернулись обратно потенциально очень сильный намек на то что эта сессия немножко как говорят психануло вот поэтому подтверждением этого этого заявления и в принципе намек на то что они будут восстанавливаться опять к необходимой цене то есть что это дисбаланс я уверен за счет решения по процентной ставки если уйдут ниже в минимуму и пятницы это уже будет очень круто и там я думаю начнут опять работать целью либо пока постоим коридоре у как все утрясется потому что кто-то в пятницу поработал мы видим как поработали а кто-то узнает про это только в понедельник либо на выходных и начнет в понедельник еще чудить чудить и размещать позиции но мы сейчас посмотрим на спот как там произошла ситуация относительно изменения процент наставки но такие вещи в любом случае напрямую влияет на валютный рынок так но здесь тоже видите такой был маневр мощный за трое отклонение даже ушли ли да был и пипа с потеку на томик все 772 и были даже за макушкой 58 протестили даже все 9 пытались достать реверсирует обратно и тут у нас ликвидность 58 и такая была но где-то в июне тут 62 было до 62 и такие ближайшие 5 миллионов 27 сентября как видите в крайне не то что очевидно но очень заметно все очень крупные сессии по объему они почему-то потом создают дисбаланс на рост то есть такое ощущение что объема больше выделяют на то чтобы толкнуть рубль на 60 как показывают платформа в расчет рассчитав сейчас посмотрим сколько там несколько параметров а тебе о 30 то есть ну плотное ядро у нас 6 9 с копейками 23 и 60 22 то есть по сути вот этот коридор с 59 по 60 это самая плотная по объемным сделкам часть целого диапазона и 2 по значимости ядра у нас будут идти здесь это в районе 57 с половиной сейчас точно выделим 37 43 по 57 75 это вот самый просто вот объемный уровень если в спорт будет долго мучиться с этим коридором пока с продажами может могут быть проблемки как только нас подойдет ниже это будет принципе маячком хорошим так и ну подальте здесь все понятно 24 и 25 даже было немножко дельта нашел этот это даже неплохо вот а по оборотам подойти здесь 320 ну так достаточно рабочие ведь 400 400 400 400 то есть никаких вот было по 700 700 64 700 38 в конце сентября ну понятно в конце в конце месяца должен в конце месяца ведь и 400 тонн у них рабочие 400 с копейками сейчас тут прям с начала сентября у них в октябре по 400 с копейками и сегодня даже 326 меньше меньше чем положено но ликвидности больше вот такие игрушки сейчас посмотрим где там по диапазон чекам есть маячки так пятьсот тридцать два против 476 вот диапазон целеров уже прям по видам потом зашли эти ребята на 87 по 58 65 зеленым тот отмеченный дим дебайр и папа победили тут мощно 58 бум забросили 195 против 68 ну сильно сильно так что могут быть проблемы с 58 в общем если спот не уйдет ниже 58 за на понедельник то и рубль ну фичатый контракт на рубль тоже не пойдет ниже поддержи которые мы выделили на фичатом контракте ну тот факт что 58 достаточно близко есть штаб-квартира селлеров уже неплохо то есть полмиллиона там объем со стороны селлеров зашел нормально евро сейчас погрузится евро как только вы заметите что транслируется не рубля евро поставьте пожалуйста плюсик или напишите евро так 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 тест-тест как сушно цель евро так есть да продолжим и так на этой неделе по евре код достаточно сильное отклонение от вида был и пивов на 18 уровне оптимальная оптимальная цена ядро достаточно также далеко ушли поэтому коррекционное движение потенциально может быть очень предсказуемым и вероятным на следующей неделе после такого сильного маневра значит ушли вплоть до 16 стоит метки of и стоят во флете такие в флэтовые тандемчики когда после ударной сессии на флэк потом на следующий день причем флэк видите какой они даже ниже 4 стоят торговая связь со стандартная но относительно волатильной вроде как выглядит флэтовые 26 числа в ветер больше 300 тонн почти 400 был объем я пока подгружались данные отметил вам даты когда было больше 300 300 тонн бород ликвидность крыт интерес крас открывали в 26 25 сегодня вылетели все кто но не все вылетели а тут незначительное особо изменение но сам факт того что заходили у нас начали 19 октября 20 и на этой неделе было в четверг и в среду размещением позиций как раз вот 25 было у нас адресор на шорт и 1300 контрактов даже фиксация прошла больше чем нужно в любом случае тут шортили с 12 октября почти каждый день до 22 соответственно там вышло достаточно много селлеров потенциально и таким образом появилась дельта на бай вчера вышли за 2 отклонения то есть ну такие прям сильные отклонению туда был и пи обычно сейчас посмотрим насколько часто такие происходят как видите по графику с 15 на 6 это за два квартала но не зла квартала но лето и сентябрь октябрь выход за второе отклонение было вот здесь у нас 29 августа и вроде бы все ничего здесь был 27 сентября немножко они вышли позволили себе и сил в четверг и сегодня тоже то есть как только не выходят за второе отклонение но прям желающих дальше шортить может быть очень мало и соответственно коррекция очень вероятное событие на ближайшие пару дней так смотрим теперь это все более детально на классы профайле а здесь у нас шаг цены кто-то поменял вот теперь все нормально и так ну то что я говорил ведь само собой бояры появятся после такого резкого изменения цены да и автоматы начнут немножко косячить подумают что очень перекупленная цена начнут тариться вот вылетали селеры все селеры которые тут зашли вот их не стопори начали вылетать и потом уже самое интересное что по дельте вот она давайте посмотрим сколько там этих байеров то было 2 тонны тут на штуку и по сегодняшней сессии 11 10 98 11 12 12 нас прям таких сильных проблем нету эти практически идентичная ликвидность и там и там тамас поэтому и дельта нулевая ведь и там такой же объем там буквально на 500 разница на следующем уровне разница у тех на 500 это нормальное явление для таких рынков где очень много участников и ну и этот инструмент самый популярный на планете с учетом форекс активности в общем уровне такого формата корректировка если не смогут осилить 17 32 17 86 то есть если они дойдут до этого уровня здесь потенциально может опять селер активизироваться если выходит очень уверенно и на ликвидности хорошие выше 18 отметки потенциально могут там еще остаться во флете на до решения федеральной земной системы насчет процент наставок который будет я вначале вебинара говорил во сколько и в какой день на этой на следующей неделе будет решение попса наставки и с и вот и потом еще будет решение просто наставки если не ошибаюсь британии на в четверг но очень две таких страны и вот как раз если уйдут они на во флэт на 18 вы поняли вторник то потенциально будет скорее суммедить на 1 2 вы скачок если так дальше станут висеть там же посмотрим но вторник среда может вот вторник потенциально может очень флэтовым быть или же волатильная такая флэтовая активность которая выкидывает эту эту команду из рынка весь день это на 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 всякий случай перед фомка очень часто делают всех выкидывают так общий по сентябрю у нас ядро коридор сейчас мы отметим о это диапазон 1775 по 1850 это самый топ по объемам на этом контракте 19 по 1930 тоже немаловажный по сопротивлению level вот их топовый объем был вчера почти 400 тонн оборота так среднем в районе 200 там 180 250 тут два раза больше два раза больше из сопротивления такие вот локальные небольшие тут четверг были 17 25 16 95 собственно фунт по ликвидности тоже был но в среду 155 тонн обороте и тут выходили четверг и пятницу среду чуть-чуть открыли но здесь вообще какая-то прям меланхолия относительно этого инструмента на фунте последнее время значит 26 0 9 у них выходит вплоть до начала октября кровали позиции вот с 10 10 и это вся эйфория закончилась 15 числа потом то откроет то закроют видите неуверенность такая огромная ну в общем я думаю на закончится чуть четверг когда гласят решение по изменению просто на ставки а собственно аналитики жду что они ее повысит 33 двойки это видовую пив мы ниже данного диапазона соответственно потенциально могут еще вернуться и устроить вот этот спирали образный танец крас 320 32 отметкам локальная вот . касс у нас посмотрим скупциям по статистике ну вот 320 тиков туда-обратно ну кота снизу от к влог до максимума грубо говоря там 320 и неплохо 160 туда слушать это брата сушься туда так теперь у нас индекс доллара тут точно обязательно посмотреть нужно как раз перед процентной ставкой посмотрим начали ли они там активнее себя вести или не начали естественно смотрите где на кольце линек с долларом значит объем 44 то наоборот в обычном режиме выйти до двадцатки обычно идет ликвидность а здесь 44 выросли в два раза по объему открыт интерес нет он вырос сегодня 50 тысяч против привычных 43 45 ну есть прирост позиции дельта на покупку как видите она даже там 656 контрактов немного зато дельта была вчера в огромная 3000 смотрим процентный перевес 67 процентов самый мощный вот из последних один из процентов это была отметка 93 с половиной вот у нас уровень с него не как раз принципе и стартанули и тут 43 процента но мы его не учитываем вот два дня по пять процентов фактически 16-17 то есть такие уже начинают формировать как раз вот с этого момента здесь защита опять же своих идет интересов потом запуск первого первой ступени этой ракеты и вчера была запуск второй ступени пока они находятся в открытый относительно четверга торговой диапазонности очень редко можно встретить островной день называется но когда день торгуется относительно стальной недели такой либо в верху любовь не внизу отдельно и очень их очень хороший такой маячок если следующая сессия откроется вот примерно в этом диапазоне с гэпом относительно пятницы может быть сильный маневр вниз очень сильный то есть такой островной день модель называется островной день остров как бы на деле так ну в общем мы такие маневры у нас по индексу доллара ну и прирост ликвидности начиная с понедельника и 44 тонны в четверг было сегодня 33 в общем на движение ушло ликвидности немало и открыт интересно последок фиксились в основном 25 до 6 небольшой прирост принципе но был сегодня в пятницу при дельте на май по локальным точкам таким выделить стоит я думаю вот на этом уровне на этом байер и побеждали на этом потом у нас идет этот уровень такие значительные перепели крены 93 6 тоже неплохой крен со стороны байеров 300 300 весь коридоров ну и собственно ядро неделю у нас получается сейчас поставим этот замерчик кастомизированный профиль запустим и он нам сейчас укажет необходимый коридор вот у нас коридор этот и до недели 93 6 23 9 стартанули вот и сейчас мы это все еще подойти посмотрим так в общем 300 300 это на макушке тут тоже 300 со стороны байеров конечно побольше по 400 по 500 есть поддержка вот 94 по 94 1 явно можно 94 5 взять суммарно получилось ну сам факт того что пятница спокойно висит на максимуме в таком флете говорит о том что байеры еще сражаются с селлерами и там даже видно что и по 95 и 500 контрактов дельта сейчас в общем по дельте распределение за неделю вот таком ключе мы видим все уровни выделены озвучены и отмечены соответственно вот они тем дальше си и поставьте плюсик как только у вас появится на экранах котировка light sweet крутойл которая торгуется на nimex и и и и и и модераторов либо администратор я не в курсе как как обратиться тут участники на одобрение которое не попали не получается да или же попали на трансляцию 17 человек там было так получается у нас ну что подгрузился у вас селечка так но должен был уже подгрузиться и так 2027 на 7 тоже была вспышка по активности это хорошо вот но не такая же ажиотажная как могла быть 24 570 даже больше было ликвидности чем сегодня на торговой сессии как видите не такая уж и опасная была активность сегодня вот так мы делаем я думаю так будет вам намного лучше видно и очень сильно оторвались причем дошли до 2 отклонения это все четвертая отметка фактически соответственно ветер что происходит после сильного отклонения прям до второго значения тут правда узкий коридор я хочу показать вот они доходят до 2 отклонения и потом уходит во флэт ну как минимум уже дальнейший рост будет под вопросом вот здесь ниже 2 отклонения ушли сразу возврат потом на одну сессию до видовой пи и тут были на грани уже вдовую пи сразу вернулись в общем де-факту может понедельник еще простоять на все четвертой как опционально немножко висели как провисит на максимуме и потом подкорректируется до 52 одни 52 и 51 и 3 но это процессе нужно мониторить потенциально могут еще зайти байры ну и в среду 4 тот на нефти тоже думаю будет волатильность как раз относительно процентных ставок открывали позиции нефтетрейдеры вчера и позавчера ну собственно и 19 по 22 и по дельте у нас получается в среду 16 на шорт соответственно никакой реакции и две сессии по покупкам прошлись это реакция видна сейчас на экранах 9 тонн дельта на покупку и уровень еще не пробили ни разу вот потом у нас получается тут две подряд сессии вот начали 7 тонн 10 числа закрепили 11 вот и такой тандем был 13 9 тонн закрепили 15 у нас две сессии фактически ведь у них по два дня с дельтой на 15 примерно рассчитана здесь шли на север прям с 13 по 25 цене дельта была на май в общем с счетом того что открывали позиции 25 26 сегодня немножко зафиксили тут 600 и 603 ну там такое не смертельное с учетом того что ликвидность не такая уж и и соответствующая вот так назвал это потому что для дальнейшего роста выше 54 надо нет не столько ликвидности больше все больше сайлеров будет появляться чем выше цена тем больше сайлеров желающих заширки соответственно по ликвидности надо больше перекрыть чтобы создать дальнейший спрос спрос на каждом уровне золото какая-то знаете если вы будете учиться с нашим голосом мы уже разговаривать и чтобы была чтобы я наиболее Lighting и даст последние репети и и не затруднения которые нам нужно управлять где-то на м spontaneous формы о том что если у них Oscur... будет не обратно тяло ликвидность и стаилерно скачивать за репетиции по другому и訓 och then basta отговорить его так вот и по стаилерно что ликвидность мушка移?", говорит, и восьмин он все как любая легкости по ликвидность и через несколько процента из золотых это а вот и золото вчера была дельта неплохая нормально я бы сказал давайте мы это сейчас сначала по объему пройдемся приток объема начиная с понедельника видите здесь ровная была ликвидность буквально успокоились они в конце сентября и шли ровно в три недели тут ликвидность сейчас вы немножко по цвету под настроем а 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 и а и так вот она активность по золоту и возьмем наверное локально с 25 либо даже 29 сентября 27 если так брать ровненько заканчивается низкой динамика 6 октября потом ушли на 1 2 3 4 5 6 7 8 сессий на рост и 3 3 3 12 или 11 на шорт то есть тут конкретно победили уже по количеству даже сессии на шорт селеры придет к ликвидности в следующий четверг на дельте как видите дельта на шорт сейчас мы узнаем точно сколько 16 тонн для золота это как видите рекордное последнее время значение тут ближайшие были только в начале в середине сентября вот вся неделя практически кроме понедельника была на целере и тут как бы бесспорно и по графику даже видно в принципе но мы сейчас отметим подключим беда склидер и коридор где проявили свою уверенность байер значит тут на 2 тонны перевес потом тут на штуку и на 3 тонны вот на 71 и 9 а если брать уже придирчиво то и это цена нас 18 18 11 14 и 5 4 тут тоже так ну в общем потенциально если в неудут ниже 69 и уши после с половиной вот этот коридор они в принципе практически на каждой цене победили байер хоть и дельта 1700 тут по сути в 13 тонн и 8 выбросы которые на себя перетащили такую итоговую дельту но в любом случае если даже получится у байеров удержать 69 метку надо срочно пройти вот этих гигантов по 14 тонн по 15 по 11 по 14 75 75 5 этого по сопротивлению я думаю активный уровень будет и значимый на ближайшие несколько травовых сессий ядро начинается 75 можно смело ставить по 78 мы сейчас локально еще посмотрим по ликвидности 370 350 и сегодня почти 300 и открытый интерес у нас как видите не увеличивается вообще то есть не заходит в основном фиксируется 399 отметка и уже ушли на 387 то есть все кто ниже вернее выше 72 заходил на бай они грубо говоря пострадали мира больше всех так как они уже ушли и за 71 самая волатильная сессия 26 числа в 37 ну не 37 там получается 16 долларов дали туда плюс минус так по 20 здесь прайскил 05 так чтобы при расчетах были если считать то лучше работать с стандартным шагом цены это сжатие шага цены у меня в на модулях вы увидите из-за того чтобы весь график вам было хорошо видно и вы не ну по мне было не хватало картинки допустим мило видно а при сжатии хорошо можно укомплектовать на один экранный график так по smp в так здесь у нас бьют рекорды все 2 миллиона 25 числа такие сессии были вот замечены в начале октября 2 и 2 2 1 2 и 2 вот видите как какие маневры происходят на smp при таких сильных ударных сессиях потом флэйт и два дня на по 2 миллиона ну результат как минимум появилась активность крупного участника соответственно ему интересно это ценовая снова диапазон то есть уже эпицентр событий стартовая точка обнаружена ну а здесь у нас 25 числа как раз они сбросили все кто не верит в рост экономики сша до 2543 и показывает насколько это важно ушли выше потолка этого контракта но не только этого но вида был и пи достаточно далеко все тра отметка не уже 72 прошли выше 20 долларов относительно в да был и пи коррекционный момент потенциально вероятен ликвидность почти 1400 26 и миллион вчера вы не вчера сегодня по открытому интересу открывает позиции практически на всех сессиях тут в понедельник начали 3 миллиона и закончили 3 миллиона 100 буквально чуть-чуть фиксили вчера но за счет тех кто заходил 25 дельта вчера вчера и сегодня на покупку 60 тонн значит 6 30 тонн и 34 было девнадцатого и двадцатого числа 50 тонн 16 то не их и сбросили этих ребят поэтому дельта красная ниже этих уровней которые были в основном на покупку и после сброса на бросились прям жадную 60 тонн этот дельта пациенте уже накопили сколько там до выше 5 процентов вот 6 было процентов и тут 12 5 6 и 4 ну вот неплохая дельта соответственно может быть это таким подлым маневром как видите они сбросили тех и других потенциально может еще понедельник сбросить всех селеров которые зашли еще на той неделе и в понедельник вот уже окончательно всех скинуть и под процентную ставку ну хотя бы начнут коррекцию было бы неплохо прокатиться но в начале волшебной я озвучил о том что отличная инъекция адреналина в экономику идет перед новогодними праздниками то есть это для фондового рынка по сути позитив то есть кэш потребитель скидывает свой кэш лишний благодаря семейным традициям благодаря смеев рекламе мотивация на покупку какой-то безделушке отправки и каким-то родственникам либо же там внутри какого-то узкого круга просто необъяснимым образом появляется в сердцах потребителей они начинают скидывать к 6 соответственно денежки переходят в экономику в бизнес и ралли с 2008 года ну вот 2008 можно исключить 2010 вот с этого года практически ни один год они не пропускали то есть это не говорит о том что там будет прям где динамика на север сумасшедшая но они будут потихоньку ползти и потом после хэппи не веру будут коррекция в плановое можно сказать принципе на сегодня все спасибо что пришли прям очень благодарен ставьте комментарии на youtube канале и встретимся в следующую пятницу до свидания пока